В рамках празднования Дня Матери во второй поликлинике прошел День открытых дверей. Для тех, кто решил проверить свое репродуктивное здоровье, специалисты проводят бесплатные консультации. Врачи готовы ответить на все интересующие вопросы пациентов. Подробности в следующем сюжете. В рамках Дня открытых дверей пациентов готовы проконсультировать такие специалисты, как акушер-гинеколог, врач общей практики и другие. Консультации, как отмечают в поликлинике, ведутся без предварительной записи. Достаточно быть прикрепленным к данному медицинскому учреждению. Вопросы репродуктивного здоровья особо важны. Особенно это нужно знать подрастающим поколениям, семейным парам, которые только вступили в брак, которые планируют завести ребенка. Помимо них, некоторые вопросы могут возникнуть у людей, которые уже встают в браке, у кого есть дети. Мы можем ответить на любые вопросы, которые касаемо здоровья, репродуктивного здоровья, беременности, планирования семьи. Приемы будут проходить бесплатно, в любое время, в течение всего рабочего дня. Особое внимание в рамках дня открытых дверей врачи уделяют парам, которые готовятся стать родителями. Специалисты рассказывают, какие курсы и уроки здоровья в поликлинике смогут посетить супружеские пары. В данном кабинете мы принимаем беременных, а также кормящих мам. Мы их консультируем по различным вопросам. Рассказываем о том, каким должен быть уход за ребенком после рождения, насколько важно грудное вскармливание. В день нам обращается примерно 10-15 человек. В рамках дня открытых дверей нас уже посетило больше 10 человек. У Ирины Бочкаревой совсем скоро родится малыш. На протяжении 7 месяцев женщина наблюдается у врачей второй поликлиники. Рекомендации специалистов выполняют строго. Говорит, что во время беременности следить за здоровьем нужно вдвойне. Сегодня у нас в поликлинике день открытых дверей. Принимает акушер-гинеколог Серик Атпаевич. Была на приеме, все хорошо. Приходите к нам во вторую поликлинику. У нас очень хорошие врачи. Всегда принимают, всегда хорошо относятся ко всем. Чтобы поддерживать репродуктивное здоровье, врачи советуют правильно питаться, как можно чаще заниматься физическими активностями. Немаловажным фактором в сохранении мужского и женского здоровья специалисты также называют отказ от употребления табачных изделий и алкоголя. Алмажана Мангельдинова, Олег Сытник, телеканал Кустанай.